Красноперекопск – один из забытых регионов Крыма, считают сами горожане. Кроме того, что уровень жизни с течением времени не улучшается, появились определенные запреты на ведение индивидуальной деятельности. Между частными предпринимателями и местной властью возникли разногласия. Многие деятели Красноперекопского рынка дают низкую оценку развитию малого и среднего бизнеса. Налогообложение, я считаю, не очень справедливо относится, особенно к малому бизнесу. Надо человеку давать какой-то толчок для развития. А потом, когда уже человек выйдет на какой-то определенный уровень бизнеса, большой уровень, вот тогда уже пусть и налоги будут большие. Были проблемы, да, но и порешали, сейчас вроде все спокойно, ничего такого нет. Проблема тут доставки товара. В принципе, и не очень так доставки, а то, что цены всего лишь. Нету торговли, во-первых, нету покупателей. Товар стоит на месте, не движется. Они на местовые все поднимают и поднимают тарифы. То есть арендная плата. Да, да. Все плохо. Не только развитие рынка и всего остального. Те же самые больницы. Многие здесь сказали на рынке, что налоги завышенные, арендная плата завышенная. Ну, конечно, это все есть, да. Ну, а куда нам деваться? Работаем. В чем основная причина недовольства, многие не решаются говорить об этом на камеру. Большие суммы налогов и высокие арендные платы, отсутствие торговли и убытки. Такова судьба тех, кто ведет бизнес. Лично столкнулся с такими проблемами Владимир. В 2003 году мужчина нашел пустую территорию с грудами мусора. Присмотрел местечко для будущей автостоянки. Получил разрешение на ее возведение, построил и работал несколько лет без инцидентов. Постоянно платил по счетам. Когда дошло до срока продления договора аренды, ему отказали и решили забрать автостоянку, рассказывает мужчина. Нынешняя власть по окончанию срока моего договора аренды в конце 2015 году, почему-то решила, что я не имею права больше использовать этот участок как платную эту стоянку. И просто хочет отобрать у меня ее незаконным путем. Вот хочу добиться справедливости. Мужчина рассказывает, был на приеме у главы администрации. Понимания не нашел. Явился к председателю городского совета и столкнулся с коррупцией. Я обратился к председателю городского совета с вопросом, почему мне не отказали в аренде. Он это объяснил той ситуации, что если я дам какую-то сумму денег и написал мне это на листочке, то вы будете спокойно дальше работать. Если нет, то мы будем с вами встречаться в другом месте. С начала зимы прошлого года идут судебные разбирательства. И чем все закончится, пока неизвестно. Владимир говорит, что с подобными запретами сталкивался не только он. И что большинство предпринимателей намерены спасать состояние малого и среднего бизнеса в Красной Перекопске. Чтобы разобраться в ситуации, мы пошли в городской совет. Средний и малый бизнес развивается довольно-таки хорошо, но опять-таки все зависит от логистики. То есть, если раньше предприниматель, если мы говорим промышленная группа товаров, это мелкий предприниматель, челночник, как раньше называли, это Одесса, это Харьков, это Винница. То есть, на Украину человек ездил. Сейчас немного правила игры изменились, и ему необходимо добираться до Керчи, от Керчи, Пятигорск. Вот ближе точки нет. Поэтому и товары в нашем регионе, они дороже, потому что влаживается в стоимость именно расхода на доставку. Конкретно по продлению договора аренды может ответить исполнительная власть, которая, судя по словам сотрудников администрации, в отпуске. А заместителя на месте не оказалось. Предприниматели передали нам аудиозапись беседы бывшего директора рынка с главой администрации Игорем Ивановичем Яцишиным. Кремльского стоянку забрать, передать в коммунальные предприятия, чтобы деньги шли, или там на это разберемся, или половину, или мы идем в бюджет, или половину на это надо забирать. Очевидно, так было принято решение не продлевать арендный договор и лишить предпринимателя автостоянки. Люди смело и решительно действуют, чтобы не лишиться источника заработка. Хотят, чтобы на проблемы развития малого и среднего бизнеса в Красноперекопске обратили внимание не только республиканские власти, но и федеральные гаранты.